Не так давно исследователи сообщили о метеорном потоке дракониды, который скоро можно будет наблюдать в небе Татарстана. Предполагается, что явление связано с кометой 109P, которая была открыта в 1862 году американским астрономом Льюисом Свифтом. Дракониды известны своими яркими, медленно движущимися метеорами, которые оставляют длинные следы на небе. Они будут красноватыми и медленными, поэтому наблюдатели смогут легко отличить настоящие небесные тела от случайных. Эти следы будут от драконид, немножко красноватые. То есть, если кто-то будет наблюдать, может заметить, что как бы красноватый цвет у этих падающих звезд. И вот если продолжить следы в другую сторону этих падающих звезд, то все они пересекутся в такой точке, называемой радиант. И эта радиант, точка, находится просто в созвездии дракона. Поэтому называется поток драконид. Цикличность этого метеорного потока предполагает проявление максимальной активности примерно раз в 2-3 года. Последний раз это наблюдалось в 2022 году. В то время дракониды создали захватывающее небесное зрелище, запомнившееся многим наблюдателям. Ожидается, что в этом году поток будет не менее ярким и впечатляющим. Эксперты прогнозируют, что в ночь с 8 на 9 октября Татарстан будет свидетелем великолепного шоу в небе, когда количество видимых метеоров может достичь свыше 100 метеоров в час. Такое количество предполагается благодаря более плотной области полевой тропы в этом году. Комета подлетает к Солнцу, проходит так называемый перигель, это самая близкая точка орбиты кометы от Солнца. И под действием градиента температуры солнечного начинает разрушаться. Ну и разумеется, в следующем витке своем, вот эта вся разрушенная часть, опять-таки под действием того же солнечного ветра начинает оставаться в виде облака на орбите нашей Земли. После того, как частицы метеоров влетают в атмосферу, они сгорают на высоте равной примерно 80 километрам, ионизируя воздух. След от них существует от долей до нескольких секунд. Это определяется размером сгорающей частицы. Идеальные условия для наблюдения метеорного потока предусматривают ясное небо в удаленном от городских огней вместе. Лучше, конечно, наблюдать ночью этот поток, где-то начиная около полуночи и до трех утра. Я такую рекомендацию всем даю. Потому что земля под таким углом к потоку, вот этому к пыли облаку, поворачивается, что он становится наиболее интенсивным. Разумеется, там отдельные следы будут и раньше, и позже. И вообще, я хочу сказать следующее, что этот поток уже идет, мы уже в это облако влетели. Просто максимум будет с 8 на 9 октября. Наблюдать за приближающимся метеорным потоком будет лучше без телескопа. Это позволит лучше и в полном объеме увидеть всю небесную сферу. Данные события не только впечатляют жителей Татарстана, но и станет отличной возможностью для астрономов и ученых изучать приближающиеся к нашей планете астероиды, что позволит расширить наши знания о космической динамике. Кристина Отекина, Фаридзе Хедаглы, Универньюз.